Школа КГБ, это же ведь, я в свое время статью писал об этом, о том, кого создавали школы КГБ. Это, во-первых, на стадии отбора людей, значит, расово чистых людей отбирали. Затем на стадии тренинга, подготовки, значит, накачивали их, там, определенной информацией. И работа, окружение, преподавателя, это тоже оказывало сильное влияние. Вот Путина воспитывали те, кто вел процесс врачей. И в соответствующем духе они его воспитывали. Вот это те люди, которые к тому времени уже ушли из активной работы в контрразведке, в разведке, и занялись преподавательской работой. И в это время Путин как раз проходил обучение. С одним из таких героев, в кавычках, я столкнулся на процессе Новодворской. Он выступал в качестве эксперта и шел как бывший работник прокуратуры. Когда я копнул его чуть-чуть, оказалось, что он сотрудник КГБ, который был в 1953-1954 году перекинут в Сингапур, за границу, в разведывательную сеть. Копнули еще глубже, оказалось, что он был одним из следователей на процессе врачей. Вот он на процессе Новодворской по национальным вопросам выступал в качестве эксперта. Это было очень смешно. Он ссылался на настоящие фашистские издания, изданные где-то в 1949 году. Фашистские издания.